Продолжение следует... Отмене поставили к его облегчению ради отзывчивости то ли к ближним своим, то ли к своим собственным аппетитам и что выбрать. Мы из потеряков знаем немало примеров, где святые отцы, движимые состраданием к пришедшему гостю, путнику, повелевали подать на стол или сами проявляли усердие в угощении, иногда и непостными блюдами для того, чтобы как-то поддержать и утешить ближнего. Не отказывались иногда в ситуациях нестандартных и сами вкусить чего-либо по уставу запретного, не рискуя этим разорением поста потерять Божью благодать. Понимаешь, что выбирают они из двух зол наименьшее, а из двух благ наибольшее, являясь служителями любви Христовой ближнему, не противопоставляя ей какую-то внешнюю строгость ограничений, накладываемых постными временами. Ведь апостолы, готовя нас к посту, а церковь как раз заботливо предлагает нам апостольские чтения, то и дело напоминает, во многом дело поста должно сообразовываться с окружающими нас людьми. То есть пост — это не мое личное дело. Пост — это то, чем я служу, в том числе и ближним своим. Как так, да попросту. Если я живу воздержанно, особенно в определенные периоды года, то мой аскетизм к добрым расположениям и ближних приводит. Наша, собственно, независимость от тучных брашин, от изобилия явств распространяет вокруг постника и какое-то расположение ему подражать. Насколько вид неумеренно употребляющего пищу с аппетитом, как говорят, и огоньком, уплетающий все, что попало, воодушевляет и других к неумеренности. И слюна в обилии источается не только у того, кто ест, но и у того, кто оказывается свидетелем такой сладкой жизни, настолько и человек, умеющий сохранять меру, и в питании демонстрирующий не ради лицемерной похвальбы, самопохвальбы, не ради человеческой славы, но по причине пользы для ближних быть рядом с тем, кто умеет управлять своими желаниями плотскими, и в том числе в отношении еды не являться зависимым. Апостол говорит, если ближний соблазняется вкушением мяса, при том, что для меня это все равно, чем подкрепить свое тело, и если нет чего другого, то апостол согласен, даже мясо, посвященное бесам в жертвоприношении языческом, благословив, осенив крестным знаменем во славу Божию и с благодарением принять, не понеся от этого никакого вреда, за исключением. Если ближний соблазняется, увидя меня в капище, и соблазнится также к такому делу поедания, но как будто уже не просто принимая одну из видов земной пищи, а принимая участие в языческом служении, таким образом совесть его, конечно, будет обременена. Что же выбирать? Нести ли эти правила ограничения поста в посты, которые предписывает церковь, для пользы душевной, понятно, что ужимая телесные потребности, а иногда и излишества. Начинаем с излишеств, а потом прижимаем и кое-что из необходимого на время. Мы упражняемся в большей душевной свободе, в подчиненности тела, духу. Так апостол Павел наставляет и супругов, ибо пост распространяется не только на пищу, но и на супружеские отношения, даже в законном, венчанном браке. Говорит, на некоторое время полезно вам удаляться друг от друга от телесной близости, по взаимному согласию. Для чего? Для того, чтобы иметь опыт некоторого торжества духа над плотью, постепенно привыкая к этому состоянию. Однако не делайте для себя пост постоянным с тем, чтобы не изнемочь, с тем, чтобы, не вполне еще зная собственную слабость и ограниченность природы своей человеческой, не впасть в что-то худшее. Да не искушает вас сатана невоздержанием вашим. Приходит время окончания поста, и вновь вместе собираетесь, супруги, вновь возвращаетесь к разнообразию и калорийности пищи постники. Таким образом, вы умеренность, соблюдая во всем и в посте, и в разговении, будете и от того, и от другого приобретать пользу душе своей. Так что, в зависимости от того, в каких обстоятельствах кто находится, и является ли него полезным более или менее ослаблять пост, или, напротив, его усугублять. Не надо быть преткновением для ближнего, не надо быть поводом для ссор и конфликтов. Напомню, апостол, предписывая и супружеское воздержание в постное время напоминает о необходимости взаимного согласия, а не одностороннего решения о таком постническом подвиге, хотя бы и кратковременном, на месяц, на полтора, и в отношении пищи. Неправильно быть диктатором в своей семье, где еще, может быть, нет расположения к таким делам благочестия, рекомендуемым церковью для своих верных чад. Неправильно ощущать свою домашнюю трапезу одинаковой с монастырским укладом, где по преимуществу и складывались эти уставы, ныне отраженные в типиконе, кормчей книге, постной триоде, касающиеся не только богослужений, поклонов, но и ограничений в пище. Все, что там указано, очень удобно исполнять в монастырской практике. И кто жил в монастыре постом, тот знает, что и проблем никаких нет с едой в монастыре, где готовится в соответствии с уставом пища. Но она готовится, она и горячая, она и здоровая, она и питательная, она и своевременная. Так что, думаю, большинство вопросов возникает среди различных форм и обстоятельств мирской жизни. И здесь очень важно, конечно, воспитывать в себе чуткость к ближнему, заботясь о мире с ними. И именно исходя из желания не соблазнить, исходя из желания когда-то добрым примером, когда-то терпеливой снисходительностью, побуждать людей следовать за постником, по его примеру, а не озлобляться на него, а вместе с ним и на Бога его, за те иногда неумеренные или нерассудительные демонстрации своего аскетизма, с которыми сталкиваются окружающие нас люди, вовсе еще не готовые и не имеющие намерения разделить с нами эти постнические труды. Конечно, для определения своей собственной позиции в семье, в том трудовом коллективе, где вы находитесь, хорошо иметь доброго советника, приходского пастыря, священника опытного, который бы и благословил вас на какую-то разумную траекторию хранения поста среди тех обстоятельств, искушений, трудностей, отношений своеобразных, которые присущи вашей жизни на конкретном этапе. Кто бы знал, как удобно поститься в монастыре, какая радость, начиная с первых самых строгих дней, потом входить, постепенно расширяя рацион строгих постных блюд, и они открываются как бы заново, и вкус их такой яркий, и утешение, удовольствие от них, такое питательное, безгрешное удовольствие человека, потрудившегося и принимающего подкрепление, о чем и говорит апостол, ссылаясь на ветхозаветную заповедь, не закрывай рта у вала молотящего. Так что, если человек постом сугубо трудится не только в своих обычных делах, житейских и профессиональных, но и в молитве, в псалмопении, в поклонах, в служении ближнему, то и сладка для него становится легкая постная пища. Ну, в монастыре это все, видите, по общему согласию, по благословению настоятеля удобно совершается. Будем, живя в миру, и находясь часто в окружении людей, с очень разным устроением и расположением, не страдая человекоугодием, не стремясь подольститься к ним, но всячески усиливаться, не быть со своим постом ни преткновением, ни соблазном, но поступать иногда молчаливо, не обсуждая, кто что ест, кто что не ест, особенно, что вы сами для себя избираете, но благодаря каким-то маленьким военным хитростям как-то уберегаться от излишеств, при этом так, чтобы не бросаться в глаза, а напротив, при разумном, добром примере воздержания и умеренности, побудить и ближних своих к следованию вашему доброму примеру. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok